ребята всем привет христос воскрес желаем вам всем православным здоровья всего самого наилучшего мира добра благополучия главное здоровье и мир и будет все отлично с праздничком вас сейчас мы покажем как у нас начинается наш день начинается он поздно сначала проснулись в девять часов потом уснули до двух не знаю вчера на улице было прохладно и какое-то сейчас у нас такое состояние не очень в общем выспались завтра ж на курсы ванна вставать поэтому выспались до двух спали вот ребята наша пасочка красивая яйца вчера покрасили в прямом эфире вот холодец кстати говоря застыл вообще отлично сейчас можно сказать что на завтракаем наконец-то пасочку покушаем очень хочется уже пасочку вообще вот короче ребята сейчас будет битва яиц настя выбрала какой цвет у тебя уже вон стрим типа я знаю ты вчера я покрасила классно ты покрасила ничего не так а я выберу какой мне выбрать не знаю я выберу свой любимый цвет оранжевый давай сейчас давай вот тут надо так я сама знаю а что ты захочешь но подожди телефон мне неудобно держать нас давай так так нечестно показывать смысл каждый может решать сам какой нет надо было именно показывай все продувал а что мне теперь не есть хранить его да там же написано кстати в гугле что надо хранить как оберег вот хранить в смысле дальше надо продолжать давай еще раз пока я поеду тоже хочу яйца давай я уже выбрала другое будешь есть все яйца ты будешь их есть давай тоже так смысле нет разницы хорошо я попробую или есть я не знаю на палец сама видишь все пора 11 наконец-то поедим так ребята паску мы съели немножко отдохнули и сейчас будем пробовать шампанское такое никогда не видели здесь и не пробовали а также будем пробовать холодец да да я сейчас открою открываем подарок кевина сейчас мы будем пробовать шампанское я боюсь эти моменты открывать говорят что она очень вкусно посмотри аккуратно без зуба да ну так приподнесла ой боюсь страшно что мне настя не делай такой вид лица о сильно сильно хорошо дегустировать а также сейчас я выставлю это видео будем заходить в эфир пообщаемся с вами немного немецкий а так и не сделала офис эфире делать так все плохое где-то позади все хорошее думаю все вас ждет еще у меня все будет отлично главное всем еще раз пожелаем здоровье крепчайшего здоровья и мира без здоровья никуда поэтому за здоровье и за мир за вас наши любимые зрители за вас и за и это видео. Поставьте лайк. Пробуем. Кисленькое такое. Кисленькое, сладенькое. Шампанское. Тут такого, чтобы сладкого встретили. Вкусненькое. Вкусное. Холодец. Так, ребята, такой вопросик. Настя сейчас будет пробовать холодец. Вчера, правда, мы его попробовали уже. Вы холодец кушаете с чем? С горчицей, с хреном. С уксусом. Вот я, например, люблю горчицу, аджику и уксус. Я этого, ребята, не понимаю. Да, но вчера ты съела всю аджику. Нет, я говорю за уксус. Я впервые увидела, что Аня есть холодец с уксусом. Мне это удивило. Напишите, я одна такая или есть из вас кто-нибудь, кто так же любит добавлять уксус? Я уксусы в пельмени добавляю. Не знаю. Я переживала с этим. Еще вкусняшка. Там, правда, немножко паска попала в холодец. Да, вкусно. Вкусно? Да, мяско. Не знаю, либо жир. Я этот желатин понюхала. И у меня теперь какое-то... Ты мысленно себя настроила. Да, накрутилась во что и не хочу есть этот холодец. О, класс. Ни жирка, ничего. Юшечка процедилась, во-первых. Я ж там лучок, морковка варилась, лавровый лист, горошек. Лавровый лист. Ну, да, был один, я нашла и потом закинула, просто на видео не показала. Так я видео и не буду, наверное, выставлять. Ну, не надо. Не, кому интересно, можете спросить, скажем. Он такой прозрачный, вкусненький холодец с филешечкой. Что и так же в такой посуде? Мне нравится. Вот я чувствую, что я филешку курицы и холодец вот. Ну, не знаю. Вот в детстве мама всегда варила на этих, короче, на свиных ножках. И мне это тогда так тоже запомнилось. Хотя в детстве я его ела, но я тогда еще не понимала. А потом, когда я стала постарше и видела, как она его делает, из чего она его варит, я его больше не ела. А ела только вот такой вот в супермаркете. Продавался, в общем, чисто прозрачный, ну, на желатине. И до этого я не нюхала просто этот желатин, когда он разводится. После того, как я его понюхала, у меня идет в голове какой-то блок на этот холодец, что я его просто не хочу теперь больше видеть и вообще. Ну, не знаю. У меня раньше так было. Я тоже, я все детство не переносила холодец. Когда я видела, что там папа-мама ест холодец, я ходила так делать, да, типа, что вы едите. Иногда мама бывала делала прозрачное, да-да, когда там спешила, чтобы на быструю руку она, я не знаю, ну, бульон, потому что домашняя у нас была курица. И все равно, знаете, жирок покрывается, когда она стоится в холоде. И я вот это видела, она говорит, вкусный холодец, попробуй. Я говорила, нет. После того, как она видела, что я, типа, отрицаю этот холодец, каждым годом она начинала более-менее, чтобы он был прозрачным везде. Но все равно я, когда она мне говорила, типа, пойдем, ты мне поможешь сейчас мясо разбирать. Ну, курица это еще ладно, а когда вот свинные ножки. Все равно отделяешь, понятно, что там шкура не ставится, но ты отделяешь от этого, от шкуры, от мяса. И это мясо, и, не знаю, кости, не знаю. Некоторые и шкурки ставят. Ну, да, и свинину, я когда-то приходила, не помню, кому-то в гости, типа, тоже холодец свининых ножек. Ну, он же застывает из-за этого очень хорошо, если со свининой, да, если на ножке. Ну, я такой, когда не ела, а вот с Аней я ем холодец сейчас, а так вообще я еху не люблю. Ты и окрошку, кстати говоря, не ела. У них в Одессе, короче, нет такого блюда, как окрошка. Да, ну, это последние годы у нас появилось, и то это где-то в ресторанах такое. Есть даже окрошка с морепродуктами, с креветками, с лососем, это вообще... А так большинство у нас, народ, не знают. Вот моя мама, когда приезжала в Харьков, удивляла ей это, там, к родственникам приезжали. Она, типа, нет, нет, я не буду окрошку, она не ела. И хотя я тоже пробовала тогда, помню, моего знакомого родственника, но она мне не понравилась. Ты мне еще говорила, фу, Аня, я это точно не буду. Да, а потом как-то начали с Аней готовить. А, у Аниной мамы я попробовала, мне очень понравилось. Это было вкусно очень, с тех времен я начала есть окрошку. Ну, мы ее всегда делаем на воде и майонезе. А не на квасе, как там делают многие, ну, я этого не понимаю. Сметана также не особо. Ну, майонезе на воде и либо на курином бульоне, вот это лучше всего. В общем, как-то так, ребята. Ой, не знаю, сейчас выйдем в эфир. На улицу сегодня уже не пойдем, конечно же, уже пять вечера. Честно, наверное, как-то я вообще не знаю, что мы будем с этим немецким делать. Если мы не сделаем этот немецкий, завтра она, наверное, просто будет орать или что. Наверное, много вопросов будет к нам. Потому что у нас учительница, любительница, именно к нам прикопаться. Самые сложные вопросы именно к нам попадаются. Что именно я? А кто знает немецкий, им всегда попадается такой бред, который, ну, извините, я могу ответить. А нам как специально на зло. Я этого не понимаю, почему так закон подлости такой действует. И сейчас надо эти задания доделать, я не знаю. Последний день, конечно. Так мы все эти дни, ну, не знали. Я не знаю, где мы сейчас будем просто все это искать. До этого мы никак не могли, и никто нам не помог. И вообще, я не знаю, я в большом непонимании, как завтра будет. Ну, завтра выйдем на курсы, как придем, я думаю, снимем видео, расскажем. Да, да, на перерыве еще включимся. Мы же на перерыве еще включимся, и вообще потом домой придем, включимся. А еще, ребята, знаете, что хотела спросить? Опять-таки по поводу холодца. Мы как-то смотрели рецепт с Настей, тоже куриный холодец. И добавляли яйца вареные. Ой, видела? Вот напишите, ребята. Что же я этого не понимаю? Кто-то так готовил, пробовал вообще, почему это делают. Но морковка сверху и у нас была, да, но это как украшение. Да, что это и раньше так делали. В общем, ждем ваши комментарии. Мы сейчас будем кушать. Буду как-то все-таки не нюхать, а есть, потому что больше ничего нет. А, она пахнет колодцом. Холодец, холодец, холодец. Вкусный холодец, вот, застыл. Ну, понятно. Ну, понятно, мы не будем сейчас обсуждать желатин и так далее. Все, не надо, Настя. Так что, ребяточки, еще раз вас с праздником. Спасибо, что вы у нас есть. Спасибо, что вы нас смотрите. Отдельное спасибо тем, кто с нами всегда на эфирах. Кто пишет нам такие приятные слова. Просто вы наша мотивация не уходить с Ютуба, оставаться с вами. И, в общем, как-то так. Еще раз вас всех с праздником, здоровья, мира, добра, любви. А мы сейчас на эфир зайдем. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мы очень любим, когда вы пишите комментарии. Нравится с вами общаться в комментариях. Конечно, если это комментарии хорошие. Ну, а если плохие, то мы их игнорируем. Я надеюсь, в праздник негатива не будет много. Хотя, все может быть. А мы будем сейчас пить шампанское, есть холодец, выходить в эфир и делать немецкий. Все. Всем пока. Хорошего вам дня.